Всем большой привет! Давненько не выходила в эфир, сказывается нехватка времени, но я исправляюсь, тем более сегодня есть повод. Мои подруги, как всегда, меня балуют. Мне было сказано, что посылочку с почты нужно забрать сразу же, и мне пригодится кашпошка. Намек понят моментально. Утро я побежала на почту, забрала свою заветную коробочку и примчала домой. Как же мне не терпится распечатать посылку и посмотреть, а что же там? Но я подержу интригу. Сама помучаюсь и вас немножко помучаю. Давайте буквально несколько минут переключимся и остановимся на цветении моей роскошной красавицы. Колумбийской котлеи Хардиани Пёрпл. Котлеи для меня королевы среди орхидей. Наверняка все подписчики уже это заметили по моей коллекции, потому что котлеи в ней преобладают. Мне кажется, видео не передаст ни ее размер, ни ее величие, а тем более неповторимый аромат. Это такой сладкий, насыщенный и приятный запах. И вот так точно пахнут розы. Размер цветка тоже впечатляющий. Где-то 16-17 сантиметров. Их три штучки и смотрится это шедеврально. Ее окрас мне тоже очень нравится. И эта сеточка на лепестках. И насыщенного цвета губа с двумя желтыми глазами по бокам. Хардиана в этом сезоне меня удивила, потому что это уже второе ее цветение в этом году. Напомню, что до этого цвела она в июне. Тоже было три цветка. Совсем немножко отдохнула. Пошел новый рост. И я, честно говоря, не рассчитывала на повторное ее цветение. И была очень удивлена, когда увидела, что открылся лист, а там выглядывали три бутончика. Цветет она и из чехла, и без чехла. В моих условиях цветет с каждого нового прироста. Единственное, видимо, короткий световой день сделал свое дело. А я этот момент упустила, ввиду отсутствия времени. Цветонос потянулся к свету. А я не присобрала эти бутоны. И как результат, сейчас все ее цветы смотрят в разные стороны. Хотя в предыдущие ее цветения цветоножки сами были короче. И сами цветы смотрели в кадр самостоятельно, без моего вмешательства. Единственное, я всегда ставила опору в качестве подстраховки. Хотя сам цветонос у нее достаточно толстый, мощный. И, в принципе, можно сказать, что он не нуждается в опоре. Ну что, перейдем к моему подарку. Наверное, мне будет не очень удобно в одной руке держать телефон и снимать. А другой распечатывать эту посылку. Поэтому я прервусь, открою коробочку и покажу вам свою новую орхидею. Причем я даже сама не знаю, кто же ко мне приехал. В посылочке оказалось много подарков для души. Но самый ценный подарок для цветовода, это, конечно же, новая орхидея в коллекцию. И развернув бережно упакованную орхидею, я сразу же поняла, кто же ко мне приехал. В коллекции у Ларисы есть роскошный экземпляр миниатюрной Лели Престон Сканкалор. Это крест двух клонов. Полное название я подпишу в описании к этому видео. Посмотрите, какая роскошная деленка и как бережно она упакована. Вот так из солнечной Одессы она оказалась сегодня в не менее солнечном Днепре. А любящие руки я ей гарантирую. Чудесная миниатюрка, пять бульб. И вот я вижу уже остаток цветоноса на моей деленочке. У подруги она цвела неоднократно. Цветок роскошный, крупный, такой нежно-розовый, настоящий конкалор с желтым пятном в горле, на губе. И на солнце весь цветок переливается бриллиантами. Материнское растение, если я не ошибаюсь, было получено от поставщика АВЗ из Бразилии. Класс! Я такая радостная, что стала обладательницей такого экземпляра. Огромное спасибо Ларисе за то, что сделала мне такой роскошный подарок. Я ее прям держу в руках и меня переполняют эмоции. Там и корешулечки вот вижу есть, полный порядочек. Посажу ее в архиату и буду ждать цветения. А эта подруга нашла тут у нас в продаже удобрения Биоголд. Я его еще не распечатывала. У меня совсем немножко осталось запасов. Так что этими гранулами я уже буду пользоваться с весны. Прекрасная удобряшка. Очень хорошо на него отзываются и лекастовые, и котлеи, и башмачкам, и фрагам я добавляла в субстрат. Так что вся коллекция моя на весенний-летний период обеспечена еще и удобрениями. Если вы думаете, что это был единственный цветочный подарок, то нет. Утром я забрала посылочку с Лелей Престонс, сняла видео, но выложить на YouTube его, конечно же, не успела. И уже в обед этого же дня приходит уведомление на телефон. Ко мне едет новая посылка, тоже от цветочной феи из Одессы. Но на этот раз я уже знаю, какое растение ко мне приехало. Это голубая котлея валькириана. Я, конечно, говорила, что у меня совершенно нет места, но подруга меня заверила, что она маленькая. Ну, знаю я ее маленькие растения, посмотрите на размеры этой коробки. В общем, сейчас распечатаю и покажу вам свою обновку. Кстати, эта роскошная хардиана в кадре тоже приехала ко мне от Оксаны пару лет назад. Надеюсь, и подаренная валькириана будет такой же покладистой в плане цветения. Так, в коробочке яркий пакетик с растением. И у меня тут еще один любопытный орхидеист, помощник, бдит и рассматривает мамкины обновки. И распаковываем дальше. Распечатала я свой подарочек и показываю вам. Вот такая толстенькая котлея валькириана цирулея появилась у меня в коллекции. Взрослый экземпляр, очень много бульб с корешками. Вот это самый молодой рост, и там сейчас от него тоже идут корешки. Молодой листочек в такой пикантный краб. Толстенькая, упитанная растюшка. Огромное спасибо девчонкам за подарки, за невероятные эмоции, которые я получила в эти дни. Это бесценно. Я надеюсь, что растения быстро адаптируются к моим условиям и будут регулярно радовать меня своим цветением. Еще пару слов я хочу сказать про эту котлею валькириану. К сожалению, имя ее утеряно. Наверное, в 2015-16 году на форуме было выставлено объявление. Человек решил расстаться со всей своей коллекцией. Выставили на продажу и этот экземпляр валькирианы. Она была очень крупная и разрощенная. Вот так со временем деленка от этого купленного уже экземпляра появилась у одной моей подруги, потом у другой. А вот теперь я стала обладательницей этой голубой красотки азиатского происхождения. Но ни названия, ни поставщика, к сожалению, уже не узнать. Ну и хочу же показать вам, посадила вчерашний свой подарок, лельку. Вазончик взяла с запасом, закрепила ее клипсами к шпажкам. Сейчас просто идеальное время для ее посадки, потому что от молодой бульбы только наклюнулись корешки. Их три штучки. Попробую вам это все поймать в кадр. И пошел новый рост. Сейчас мне нужно только поддерживать субстрат во влажном состоянии и она запустит корешки. И еще хочу обратить ваше внимание. Я стараюсь всегда посадить растения так, чтобы через стенки вазона просматривались корни. Если они светлые, белые и зеленеют после полива, тогда с культурой, с агротехникой полный порядок. Все эти миниатюрные лели дают всего 2-3 корешка от бульбы. Они не имеют большого пучка корней, как мы привыкли, как большинство крупноцветковых котлей себя ведут. Поэтому у них их корневую нужно беречь. Иначе можно получить реанимацию, а они очень сложно восстанавливаются. Орхидейный опыт у меня довольно большой. Но в коллекции не было ни одной валькирианы. Только котлея на бельеор. Она цвела и есть видео на моем канале. Лили Престонс у меня также никогда не было в коллекции. Эти миниатюры тоже со своим характером, со своими особенностями. Год назад я покупала себе лелию пумелу цирулею. Может быть кто-то помнит. То с ней вроде бы мы подружились. Отлично растет. И зиму мы прошли, и жаркое лето. Хороший потенциал у растения. И надеюсь с этими новинками в моей коллекции я договорюсь. Найду ключик каждой из них. И буду наслаждаться их цветением. И снимать новые ролики с их участием. Делиться какими-то наблюдениями с вами. Посмотрите, какая красивая тень падает от цветов хардианы. Вся такая ажурная. Я сейчас смотрю на эту картину и думаю, это же настоящее чудо. В естественной среде обитания они растут так далеко от нас. В Бразилии, в Колумбии. А мы можем любоваться их цветением за тысячи километров от их родины. Я могу воочию увидеть их роскошные и неповторимые цветы. Прикоснуться к ним. И вдохнуть их аромат. Наше хобби удивительное. Потому что ты подходишь к окну, и ты тут же очутился уже в другом мире. На этой ноте я и хотела бы завершить свой ролик. Огромное спасибо девочкам за внимание и подарки. А всем своим зрителям я желаю, чтобы на ваших окнах регулярно и пышно цвели эти прекрасные заморские красавицы. До новых встреч в ближайших выпусках!